Сегодня 2 марта Вскоре фонарь с зеркальным отражением стали применять в быту и на военном флоте В селе Выходцево Ставропольского уезда на средства прихожан выстроили взамен сгоревшей новую церковь во имя Архангела Михаила Престол осветили 2 марта 1856 года 2 марта 1895 года Самарская городская дума создала специальную комиссию по устройству в городе электрического освещения В нее вошли губернский архитектор, механик и инженер Позже, когда Самара засияла огнями, члены комиссии досконально проверили соблюдение противопожарных норм И посмотрели, как вписывают сосветительные сооружения в архитектуру города Больше всего светильников было на Дворянской Впрочем, главная улица города могла вполне претендовать на звание самой сладкой Здесь были сосредоточены лучшие магазины, торгующие сладостями 2 марта 1900 года на Дворянской открылась очередная кондитерская К тому времени в городе их было уже 12 Причем, каждая создавала свои собственные рецепты тортов, пирожных и конфет Нередко местные кондитеры использовали секреты других национальных кухонь Рассказывали, что один из владельцев Самарской конфетной фабрики, некий господин Метцлер Женился на дочери короля сладости, московского предпринимателя фон Эйнама В качестве приданного молодая семья получила капиталы и поддержку для развития своего дела А самарцы стали пить изысканно горячий шоколад фабрики фон Эйнама 2 марта 1983 года в Великобритании появились первые компакт-диски и CD-проигрыватели Для того времени новинка стала настоящей сенсацией На компакт-диске была записана девятая симфония Бетховена Продолжительность записи составляла 74 минуты Именно столько длилась симфония в самом популярном исполнении того времени В 21 веке диски уже заметно сдали свои позиции На смену им пришли современные флеш-технологии Год назад, 2 марта 2012 года, Театр юного зрителя Самарт провел театральный фестиваль 160 персонажей Он был посвящен 160-летию Самарской губернии В течение всего года зрители Самары знакомились с лучшими спектаклями Профессиональных и самодеятельных театров Самарской области Выдающийся русский поэт Евгений Боротынский Основоположник научной педагогики в России Константин Ушинский Талантливый российский актер Юрий Богатырев Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев Известный художник-модельер Вячеслав Зайцев Все эти известные люди родились 2 марта По православному календарю в этот день свои именины отмечают Михаил, Николай, Роман и Федор Какая погода в этот день, такому и лету быть, напоминает народный календарь Вернемся к знаменательным датам завтра Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok